Восьмого и девятого веков на полуострове Крым складываются культурные связи вот этих вот тавров и тех людей, которые после них жили с русскими княжествами. И начинают образовываться торговые связи. Люди обмениваются товарами. Из истории вам известны? Я Беликгейна рассказывала, как это? Да. Да, потому что... Скажите, пожалуйста, а вот есть еще одно очень известное событие, связанное с Крымом и с Великим Русским Князем, которое произошло на территории Крыма в конце X века? Никто не помнит из литературы, что же это такое было? Дима? Вмечение России. На горе, в Мангу, возникает вот это княжество Феодора, независимое, самостоятельное. Посмотрите, много-много веков назад крымчане уже пытались, да, вот эту вот независимость обрести какую-то. Что они хотели? Они добивались справедливости. И они первые развили вот эти вот торговые связи между русскими княжествами, в том числе, в первую очередь, с московским княжеством. Те люди, которые жили до них, в 8-9 веке, они торговали и общались с людьми, которые поближе находились к русским княжествам. Вы знаете, да, что территория Украины была территорией Новороссии, и они общались вот непосредственно с ними. Княжество Феодора, люди из этого княжества первыми, добрались до московского княжества. И между московским княжеством и княжеством крымским, вот этим, были очень добрые соседские, такие вот теплые отношения. Не только торговые, а еще и дружеские отношения. И очень хорошо дружили.